Поправками федеральный бюджет, которые внесло российское правительство, распределяется дополнительная порядка 360 миллиардов рублей. Там нашлось место для закрытых статей, это 112 миллиардов рублей, на поддержку наших силовых структур, правоохранительных органов, национальной гвардии. Нашлись деньги на повышение заработных плат сотрудникам Управления внутренних дел. Много других важных и не очень важных вопросов нашли отражение в этом бюджете, но, к сожалению, ни копейки не добавлено на обеспечение лекарствами льготных категорий. Мы провели недавно круглый стол и выяснили, что дефицит и региональных бюджетов, и федерального бюджета на предоставление мер социальной поддержки в виде льготного лекарственного обеспечения составляет более 50%. Фактически тысячи миллионов граждан сегодня не могут реализовать свое право на бесплатное лекарственное обеспечение, это, естественно, отражается на состоянии здоровья, на приверженности к лечению, на показателях смертности, однако ни рубля правительство не перераспределило на соответствующие статьи. Удивительным было и мнение господина Солуянова, нашего министра финансов, который заявил, что Минздрав, федеральный Минздрав, оказывается, эту проблему перед правительством Российской Федерации не ставил, несмотря на вопиющую ситуацию, несмотря на катастрофическую ситуацию с обеспечением лекарствами в регионах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова